Это родной дом маленького Илюши. Здесь четырёхлетнего малыша видели в последний раз. Родители. В понедельник в 17.30 Илюша исчез. Начались масштабные поиски. 950 человек, 300 из которых местные жители прочёсывали окрестности. Искали и ночью. Утром новая смена. Мы ночью с мужем ходили. Сейчас я приехала, тоже не успею, потому что на работе. Вот, поэтому надо помогать, надо искать. Ищут с помощью служебных собак, тепловизоров, беспилотников. Маленький Илюша беззащитен не только в силу возраста. Из-за болезни он не может ориентироваться в пространстве и не умеет разговаривать. Это осложняет поиски. Ребёнок боится громких звуков, поэтому нельзя было включать сирены, громко кричать и так далее. Главная проблема всегда у детей с водой. Поэтому первое, что было сделано, ещё до приезда сюда написали родителям, что собирайте соседей, местных жителей, отрезайте поступок к воде. Всё это время не находят себе места мама и папа. Именно папа видел Илюшу последним. Пока разгружал доски, мальчик ускользнул через открытые ворота. Он был без одежды и без обуви. Папа ещё не знает, что сына живым больше не увидит. Во вторник утром возбуждают уголовное дело по статье «Похищение и убийство малолетнего». А спустя пару часов приходит страшная новость. Мальчика нашли мёртвым. В болоте достали голеньким, таким, каким гулял во дворе. От дома Илюша ушёл всего на 200 метров. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 20 июля 2021 года в ходе поисковых мероприятий местонахождение пропавшего ребёнка было установлено. К сожалению, его тело было извлечено водолазами из-за водоёма, расположенного в городе Ворсма. В Ворсме до сих пор висят ориентировки, а дома Илюшу всё ещё ждут младшая сестрёнка и старший брат.